Очередной дрон SG907 Max. Этот дрон складной, винты складные, моторы бесколлекторные, должны быть мощные. Основное преимущество трехусевой подвес, запись видео на карту памяти. Есть некоторые проблемы, не все карты памяти поддерживают, нужно подбирать. Оптическая стабилизация для полета в помещение или на улице, если лень калибровать. Аккумулятор 7,6 вольт, 2600 миллиампер. Заявлено 25 минут. Проверим, также как и камера, но я сомневаюсь, что он 4К. Все будем летать, проверять. Вот так работает подвес. Пульт у него вот такой. С экраном отображает дистанцию, высоту, режим скорости, уровень заряда аккумулятора в дроне, в пульте. Так он рассказывается. Под любой, в принципе, телефон. Даже планшет влезет небольшой, 7-дюймовый. Антенна. Вот это муляж, а вот в этой, наоборот, вот это муляж, а здесь какой-то провод есть. Антенна имеется. Автозалет, посадка, скорости, видео, фото. И что очень удобно, что показывает степень нажатия на стик. То есть, здесь шкала увеличивается. Ну, удобно крутиться вокруг своей оси, если он далеко находится, вы его не видите и хотите сделать плавный поворот. То есть, можно отрегулировать. Сейчас буду заряжать эмуляторы. Пульт работает от встроенного батарейки. То есть, никакие, то есть, ничего не нужно покупать. Здесь заряжаем, микро-USB. Все, пойдем на улице проверять. С калибровкой проблем не было. Откалибровался сразу. Залетел, проверяем зависание. Висит четенько, никуда его не уводит. Сейчас посмотрим, какая скорость у него в первом-втором режиме, high-low. На первом режиме, сколько, три метра в секунду. Подвес, видите, как хорошо работает. Картинка ровно стоит, все хорошо отрабатывает. На втором-втором режиме high, сколько, порядка шести метров в секунду разгоняется. Сейчас поднимемся повыше и протестируем его, на какую дистанцию можно отлететь максимум. Вот, 7 метров в секунду дежурный разгоняется. Долечу до конца, потом на обратную дорогу включу с карты памяти видео. Пару фоток еще там сделаю. Дистанция 1360, ограничение написано, заводское вшитое, дальше не полетит. Значит, 370, 7 метров в секунду скорость, 450. Ну, вот здесь вот в одном месте у меня со связью проблемы начались с пультом, то есть он встал, ну, как обычно в машине сижу, вышел, направил антенну в сторону и дальше полетел. На удивление, он так тихо работает, то есть намного тише, чем вот, похоже, даже меньше, квадрокоптеры работают громче, чем этот. Вот на дистанции 819 метров счетчик остановился, но по факту дальше будем лететь, будет видно по скорости, то есть вот здесь вот у меня начались проблемы с пультом, я еще решил проверить дистанцию, какая выставлена. В полете ничего не меняется, но стоит нормально, как надо. Даже если поставить больше 2000 метров, все равно не будет лететь дальше, также 1360 будет ограничение. Вот скорость вот 8 метров в секунду, но счетчик дистанции стоит. На пульте экран есть, там отображается нормально, то есть там ничего не зависает, долетает до 1360, все там упирается и управление сохраняется. Сейчас это будет видно. Ну все, вот еще. Нет, еще лечу. По режиму по всеми проверять не стал, они толком и не работают, там follow me, то есть так непонятно. Хотя тут выделяется объект уже, то есть на экране, не просто за телефоном он движется, за координатами, а можно выделить объект преследования. Ну не стал проверять, может быть в следующий раз. Вот долетели до границы максимально возможной дистанции. Опять начались проблемы с пультом. Вот я немного повернулся и всю связь с пультом прервалась. Попробовал управлять, вот табличка, попробовал с приложения, но если был подключен пульт к дрону, то во время полета уже с приложения управлять не получится. То есть нужно взлетать без пульта, тогда можно будет управлять. Вот я попробовал, не получилось. Сделал буквально пару шагов в сторону дрона, антенну направил и управление вернулось. Вот это почти 1400 метров, больше может быть и не нужно уже. Все-таки такой мелкий дрон. Ветро может тоже унести. Немного еще решил тут полетать. Тут одна особенность есть, первый раз такое встречаю, что в режиме возврата домой дрона можно управлять вот вокруг своей оси. Он будет продолжать движение обратно к самым кричайшим маршрутом, но крутиться вокруг себя он позволяет. Вот видите, как Headless Mode получается. Также подвесом можно управлять, можно вниз камеру опустить. Вот значит несколько фото сделал. Неплохое разрешение, кстати, на фотографию. На это видео с карты памяти. Сейчас как раз нажму возврат домой. Ну вот, собственно, такой дрон. Конечно, хотелось бы качество получше, но таких нет, к сожалению, и бюджетных, и чтобы качество было видео в 4К, такого еще нет. Кому нужно высокое качество, это от 20 тысяч рублей. Дешевле не получится никак. Ну вот это оптимально, как первый попробовать. Все, всем пока, кому интересно, досматривайте до конца. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok